Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сотрудники задерживаются еще меньше полгода. Цитирую, из-за отсутствия кадров, многие предприниматели останавливают развитие, не открывают новые точки, не везут новые бренды, хотя финансы позволяют им это делать. Передают слова Долгооршиных бизнес-новости в Кирове. Она предлагает разработать систему, по которой торговые точки и кафе могли бы брать на практику студентов и платить им стипендию, с тем, чтобы они гарантированно вернулись на постоянную работу на определенный срок. Программа Экономика. На проект поддержки местных инициатив за три года выделят почти полмиллиарда. Ежегодно, начиная со следующего года, на осуществление различных инициатив жителей области будут направлять по 150 миллионов рублей. Такие цифры заложены в бюджете на ближайшие три года. Проект в регионе реализуется уже больше десяти лет. В его рамках жители области самостоятельно от подготовки сметы до полной реализации воплощают в жизнь какие-то проекты и получают софинансирование от государства. Среди таких проектов чаще всего оказываются, например, ремонт дорог или водопроводов, создание детских и спортивных площадок. Экономика. На 101 ФМ. А сейчас информация от наших партнеров. Оцениваете свой бизнес по состоянию банковского счета? Обладеете цифрами по рентабельности? Как выросли ваши расходы за 12 месяцев? Если два последних вопроса заставляют задуматься, вашим финансам не хватает порядка. Без него можно существовать одним днем, но о развитии и планировании будущего речь вести сложно. Что нужно, чтобы мыслить на перспективу, рассказывает руководитель компании «Бухгалтеры» Я, Татьяна Максимчук. Основные инструменты финансового планирования существуют два отчета. Это платежный календарь, еще его называют бюджет движения денежных средств, который предсказывает кассовые разрывы. Мы туда заносим планируемые поступления и планируемые расходы, чтобы не получилось так, что бухгалтерию нужно оплачивать налоги 15-го числа, а на счете нет денег, потому что чуть ранее собственник, например, вывел деньги себе на какие-то свои личные нужды. Второй отчет, которому позволит смасштабироваться дальше, строить какие-то долгосрочные стратегические планы, это бюджет доходов и расходов. Но нужно понимать, что для этого нужна какая-то аналитика за предшествующие периоды. Порядок в ваших финансах. До него всего три шага. Сложных, если не пробовали их пройти, но вполне понятных специалисту. Приходите на первый в Кирове авторский семинар «Финансы для нефинансистов». 3 декабря руководители компании «Бухгалтер» и я, Ольга и Татьяна Максимчук, разложат все по полочкам и даже научат масштабироваться на основе цифр. Подробности и регистрация на сайте «Бухгалтер» 043-инфо.ру. Телефон 213-112. Возрастное ограничение 18+. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля 45 копеек, евро 82 и 77. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101-ФМ.